Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артем Тарасов. Смотрите выпуски. Без конкура, а в остальном все по-взрослому. Губернатор и двукратный олимпийский чемпион открыли первенство России по современному пятиборью. Мы его считаем базовым видом спорта в Ростовской области и базовым видом спорта именно в кадетских казачьих корпусах. Сюрпризы из Алтая. Восьмая команда регулярного сезона в серии плей-офф обыграла Ростов на его площадке. Зомби и мутанты на Донской земле. Фильм «Фотограф» превращает Ростовскую область в зону отчуждения и запускает своего сталкера. Мы старались перенести все максимально подробно к игре и к роману на обочине. 200 тысяч рублей от президента могут получить 20 педагогов Ростова-на-Дону. Сегодня стартовал конкурс на денежное поощрение лучших учителей города. Главная цель конкурса – стимулировать педагогов к творчеству в профессии. Участники представили свои проекты и поделились с коллегами опытом обучения. Учтет жюри и то, как учатся подопечные конкурсантов. Учитель химии Галина Малютина участвует в этом конкурсе уже шестой раз. Ее проект, разработанный вместе со школьниками сайт с интерактивной таблицей Менделеева. В настоящий момент я работаю над тем, что я изучаю азы программирования, что совершенно не свойственно мне. Я учу язык HTML, чтобы догнать своих учеников. Конечно, я их не догоню, а уж тем более не перегоню, но хотя бы буду понимать, о чем они собственно говорят. Наградят лучших педагогов в октябре, в день учителя. А те, кто не войдет в список победителей отметят премии губернаторов 50 тысяч рублей. Первенство России по современному пятиборью началось в Ростове-на-Дону. Старт соревнованиям универсальных спортсменов дали Василий Голубев и двукратный олимпийский чемпион, главный тренер сборной России Андрей Моисеев. Современные пятиборья – это фехтование, плавание, конкур и бег со стрельбой из пистолета. Юные пятиборцы покажут себя в четырех видах – бесконных состязаний. В программе первого дня первенства только двубори – бег и плавание. Затем юные атлеты сразятся в трех и четырех видах спорта. И только соревнований по конному спорту не будет. До того, как стать классными наездниками, спортсмены оттачивают владение шпагой и грибки на водной дорожке. Я начал заниматься плаванием очень давно, около девяти лет назад. К тому времени это стало уже стилем жизни. Потом подключился бег, потом стрельба. Уходить будет очень сложно. Торжественная церемония открытия первенства России и всероссийских соревнований по современному пятиборью прошла в легкоатлетическом манеже ДГТУ. Команды выставили два десятка регионов, и Ростовская область должна принять их по-чемпионски. Пятиборье – это такой исконно донской вид спорта. У нас есть и олимпийские чемпионы, призеры, чемпионат мира. Сегодня мы развиваем этот вид спорта в наших кадетских корпусах. Он все шире и шире становится спортом для кадетов. Мы его считаем базовым видом спорта в Ростовской области и базовым видом спорта именно в кадетских казачьих корпусах. Сейчас в составе сборной России три донских спортсмена. В нашем регионе этим видом спорта занимаются больше двух сотен человек, и у каждого есть шанс попасть на спортивный олимп. Как ростовчанин Андрей Моисеев, выигравший в личном зачете Олимпиады 2004 и 2008 годов. Олимпийство России – это очень важный старт, отборочный старт. В этом году пройдут юношеские олимпийские игры, на которых будут выступать те самые ребята, которые здесь непосредственно борются и отбираются друг с другом. Сильнейшие из этих ребят поедут на олимпийские игры, на юношеские. Напомню, что 2018-й губернатор объявил годом детского спорта. Соревнования и турниры пройдут во всех городах и районах области. Мария Индрикова, Станислав Аменко, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Тяжело началась серия за выход в полуфинал Кубка Федерации для хоккейного Ростова. Аутсайдер первенства ВХЛ Барнаульский Алтай умудрился обыграть победителя регулярного сезона, а потом в проигранном матче упирался до последнего. В то, что первый матч серии до трех побед, да еще и домашний, Ростов проиграет, нельзя было поверить практически до его окончания. Пусть и поздновато, за 16 секунд до конца второго периода наш клуб открыл счет. Туник замкнул пас выехавшего из-за ворот Микинина. За три минуты до конца матча на табло все еще горело 1-0. И тут начались чудеса. Гости сравняли счет в большинстве, потом вышли вперед и даже закрепили преимущество. Когда наши хоккеисты в шестером рванули отыгрываться, завели шайбу в пустые ворота. 1-3. Совершенно неожиданное поражение нашего клуба. По второй встрече тоже не скажешь, что играют первая и восьмая команды регулярки. Хотя в этот раз ростовчане начали забивать уже в первом периоде. Шайба буквально впорхнула в ворота барнаульцев. После перерыва гости счет сравняли. После грубейшей ошибки нашего вратаря Егора Селеца, отдавшего сопернику голевую передачу на пустые ворота. И все же решающий удар был за Ростовом. За пятиминутку в концовке второго периода хозяева успели дважды забить в большинстве. Особенно хорош получился сольный проход Туника через всю площадку. В середине третьего периода Алтай одну шайбу отыграл. Перед финальной сиреной штурмовал наши ворота в шестером. Но еще одного чуда не совершил. 3-2 победа Ростова в матче. А в серии пока 1-1. Следующие встречи в Барнауле в среду и четверг. Марина Черных. Дон 24. Ростов-на-Дону. Трагический перевал Саланг. Простреливаемые дороги в Кабул. Лицо скорбящей матери. По соседству с мирными пейзажами, натюрмортами и портретами. Такой разноплановой получилась выставка художника, воевавшего в Афганистане. За полтора месяца до демобилизации Сергей Гапонов был тяжело ранен и вернулся домой в инвалидной коляске. Это оценка коллеги Рафаэля Лукьянова для автора выставки особенно ценная. Сергей взялся за кисть довольно поздно, в 21 год. Технически догнал профессионалов довольно быстро. А содержание изначально было серьезным, осмысленным. Море портреты, фантастические пейзажи аватара. Художник не видит для себя творческих границ и объединяет эти картины только техникой исполнения. Живопись мастихином. В отличие от мягкой кисти, лопатка мастихин помогает сделать картины объемнее, передать рельеф. Например, лежащего на стоге сена снега. И кажущаяся грубость не мешает показать его невесомость и кристальную белизну. Это мирный деревенский пейзаж, но своя для Сергея и военная тема. Как сейчас помнит то роковое ранение в 82-м, усадившее в инвалидное кресло. Пулю снайпера поймал в рейде за полтора месяца до дембеля. Меня подбросило. Такое ощущение, как взрывной волной подкинуло. И ноги сразу отказало. И во-первых, думал, что меня ранило в живот. Думал, у меня ног нет. И живот пощупал. Думал, и тут разорвало. Сергей чуть не погиб. Вовремя доставили на операционный стол. У меня в голове года три вынашивалась тема найти мать, которая действительно потеряла сына, чтобы это было не повстаночно, а действительно реальное. И вот она, реальная картина с трагической историей. Эта женщина потеряла одного из сыновей близнецов. Он умер на руках брата. Последнее слово о замысле и качестве картин всегда за супругой Ириной. Я не могу профессиональным языком сказать художнику, что и как, где какие-то пропорции, или что-то там, дальний план, ближний план. Ну, со стороны бывает, иногда это лучше. Подожди, я не понимаю, что оно не так. Все. Вот это у меня получается такое. Потом он начинает копаться в себе, в своих воображениях. У Сергея в работе всегда несколько картин одновременно. Незавершенные переезжают из мастерской в спальню, чтобы даже перед сном художник мог найти и устранить изъяны. На одну работу может уйти от нескольких часов до двух лет. Олеся Слынько, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Фотограф – это позывной военного корреспондента и разведчика, который отправился с секретной миссией в зону отчуждения, где пришлось сражаться с зомби и мутантами. Таков сюжет глобальной модификации компьютерной игры «Сталкер». А ростовский кинорежиссер снял по ней фильм. Фотограф прибывает в зону ядерного заражения с секретной миссией предотвратить катастрофу мирового масштаба. Я всадил в него целую ободку, а ему хоть бы что. Будет такое месиво, погибнет масса людей, в том числе и мы с тобой. Фильм «Фотограф» продолжает серию фильмов Максима Фащенко по игре «Сталкер». Раньше были сняты «Трансформация» и «Трансформация-2». Этот фильм полностью ростовские снимали и снимались ростовчане. Места съемок – Ростов-на-Дону, станица Мелеховская и хутор Дугино. Там очень много заброшенных зданий, что и нужно для съемок. А еще построили бункер и заполнили его как музей различным интересным реквизитом и компьютерной графикой. Это единственный фильм, который отражает игру один в один. То есть мы старались перенести все максимально подобное к игре и к роману «Пикник на обочине», сохранив атмосферу, что очень главное. В предыдущих моих работах именно атмосферы зоны не было. Костюмы создавали сами. Летный комбинезон фотографа дошивали латками. Стекло для него взяли от строительного шлема, а дыхательный аппарат оказался нерабочим. Выяснилось, что эта вещь использовалась подводниками, кто занимается подводным плаванием, как импровизированный акваланг делали из этого акваланги. Я обзвонил несколько компаний, которые занимаются дайвингом. После этого мне они сказали, что у нас такого нету в наших мастерских. Но сказали, что есть у нас там маленький улыбин, который делает нечто подобное. Александр Родин – актер непрофессиональный, но уже снялся в десяти короткометражках. Прошел все проекты Максима Фащенко, и вот дорос до главной роли. Второго главного героя младшего научного сотрудника сыграл бывший цирковой артист. И все навыки пригодились. Я так думаю, что еще все впереди. Еще научимся, вернее, еще будут съемки, где будем падать, прыгать, скакать на лошадях. То есть это не последний фильм, я так подозреваю. В работе над фильмом участвовали полторы сотни человек. Много желающих было сыграть зомби. Съемки с массовкой уложили в один день. Время от идеи до показа заняло восемь месяцев. После премьеры следующего показа фильма придется ждать целый год, пока он объедет множество кинофестивалей. И только потом появится в интернете. Давай тост. За наших братьев вставать. Давай. Евгения Слинкина, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15 часов. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин